Всем новобранцам привет! Сегодня для вас ролик по Unlisted. Обзор на отряд АС-44 и предыдущий вместе с ним в связке СТГ-45. И да, именно так. АС-44 является ведущим сломом в этой паре. Он намного лучше СТГ-45, так что начнём с него и его плюсов. А конкретнее, с отряда, в котором этот автомат идёт. Есть инженер в отряде, что всегда прекрасно. Есть возможность построить спаун, пушку и зенитку. Не хватает только паззарфасту и ещё одного солдата для полного счастья. Во-первых, у нас 13, 14, 30. Из плюсов, ловкости хватит на то, чтобы взять скорость использования аптечки. Живучести, чтобы взять восстановление здоровья аптечкой. Клэшков, чтобы взять два перку на отдачу и сделать лазерган вообще из любой пушки. Сам автомат вполне неплох. По статам почти полная копия МП-43-1, топ по автомату оси. Почти по всем статам АС-44 не уступает ему или отличается незначительно. Имеет прекрасные прицельные приспособления. Единственные два различия, намного более высокие от обстрельбы и перезарядка дольше. Кучность достаточно высокая. Теперь минусы. Перков не хватает, чтобы взять живучесть. А это кор-перк для штурмовиков всегда и визития. Скорость бега тоже вместе со скоростью аптечки не взять. Перки на отдачу тоже можно в принципе не брать. Лучше взять один из них на выбор и, например, скорость перезарядки. Автомат вроде и хорош, но из-за скорострельности подавлять какое-то направление не получится. Перезарядка долгая. Да и не очень мне лично нравятся автоматы, которые не имеют шанса кнокнуть игрока с одного двух пуль. Конечно, ТТК все равно низкий, но даже условный ФГшер успеет повернуться и на реакции поставить в ответ. Автомат хорош в сравнении с ППШ подобными и прочими оружиями начала и середины кампании. Но лучше прокачать автомат Федорова и АВТ и играть через них. Они намного эффективнее. Места этому отряду в топовом сетапе нет. Теперь о том, что нам докинули в довесок. СТГ-45. Отряд ничем не отличается. Плюс и минусы по перкам такие же. Сразу к автомату. Прицельные удобные. Перезарядка быстрее. Урон такой же. Отдача чуть выше, но не принципиально. Скорострельность поменьше. Позволяет жать на подавление в коридор, не давая выпекнуть никому. Кучность тоже не страдает. Но ДПС в итоге на порядок меньше. Его уже прям не хватает достаточно часто. Отряд, опять же, только для прокачки до ФГ-42-2. После можно в принципе выкидывать. Места ему в топовом сетапе нет. Вывод. Если денег много и хотите быстрее прокачаться, покупайте. Если уже прокачали компанию и найдите разнообразие геймплей, то это вам не нужно. А самое важное забыл. Визуал. Посмотрите на этих бедных. Факен слэк. Союз с. Ас. 44. В руках. А потом на богоподобных. Данжен мастер. Завозь в леопардовых накидках. Ради чего покупать? Сами решите. Ставьте лайки, дабы больше новобранцев увидели и присоединить к нашему комьюнити. Также я иногда стримлю. Ссылочка в описании. Буду ждать. Не забывайте про официальный дискорд игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok